Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Философия вкуса», я и ведущий, Ильдар Гизатуллин. Сегодня у нас в гостях человек, который постоянно встает за кадром, но делает эти кадры красивее. В итоге получается хорошая передача. Сулужан Толентай. Здравствуйте, Сулужан! Я рад приветствовать вас, у нас, у вас в гостях. В общем, мы делаем с вами всегда одно дело. Мы снимаем, ремонтируем, превращаем все это в полноценный выпуск. Ну, расскажите, чем удивитесь сегодня? Здравствуйте! Сегодня мы с вами приготовим печеньки из нашего детства. Это орешки. Его готовили наши мамы, наши бабушки готовили. И эти рецепты из поколения в поколение передавались, проверялись. Улучшались. Улучшались, да. Что для этого понадобится? Для этого понадобится 3 яйца, 200 грамм сахара, 200 грамм сливочного масла, либо маргарина, можно. Где-то 350-400 грамм муки. При замесе теста мы посмотрим с вами. И этот разрыхлитель, чайная ложка, либо сода с гашеным уксусом. И для начинки нам понадобится вареная сгущёнка и грецкие орехи. Отлично. С чего нужно начинать? Надо сначала яйца взбить с сахаром, немножко перемешать. Вы занимаетесь, Илья? Давайте, ну, без разницы. Ну, давайте. Секрет наших бабушек, это то, что должно быть всё в комнатной температуре. Почему? Потому что, ну, как сказать, если яйца будет холодным, а масло будет комнатной температуры, то не совмещаются продукты. Здесь 200 грамм сахара. Сахар добавить сюда? Да, добавлять. Полностью? Полностью. Это уже измерённый. Это ваши, я так понял, любимые? Да, моё любимое. Вакамус. Вакамус. Я пока, вы перемешаете яйца с сахаром, я пока что дроблю орехи. С рукой можно или с ножем можно? Вообще, это именно продукт советской кухни, либо какой-то определённый? Нет, советской кухни, кажется, потому что, знаете, с этими продуктами готовили в 60-е, 80-е, даже в 90-е, когда был глобальный кризис. Наши бабушки, наши мамы готовили с этими продуктами. Ну, я, это классический вариант с варёной сгущёнкой. Можно с карамелем готовить. Я считаю, что это... А с мясом? Нет, конечно, это же печеньки. Печеньки с мясом? Это будет уже мясной пирог. Ну, я обещаю вам в следующей программе приготовить всё-нибудь с мясом. Всё, ловлю на слое. Ну, вообще, сами какую кухню предпочитаете? У нас, знаете, Казахстан многонациональная сторона. У нас, ну, не делится на эти. У нас дома всё есть. Мама всё готовит. С детства нам готовит и борщ, и пельмени, и лагман готовит, и пешк готовит всегда. Для нас это, ну, как... Для многонациональной страны, наверное, это нормально. Не будем... Мне кажется, это даже плюс, потому что можно познать все грани. Да. Сегодня захотел лагман, приготовил дулганский лагман. Завтра... Может, ульбекский плов или какой-нибудь... Мы, как сказать, путешествуем... Путешествуем по разным кулинарным традициям, не выходя из дома. Да. Ну, хотелось бы попробовать, например, узбекский плов в Ташкенте. Хотелось бы попробовать ещё борщ в Москве, может быть. Это в ближайшем будущем. Взбивать нужно до какой экстрасенсации? Пока чуть-чуть ещё надо. Сахар, чтобы растворился. Не надо так, чтобы... До устойчивой пены не надо. Просто сахар растворился. Орехи должны быть вот такие, крупненькие, чтобы когда... Чтобы начинке было... Можно было сломать зуб. Нет. Начинке было видно, чтобы чувствовался. Ну, вот национальные блюда какие вам импонируют. Ну, самое главное, наверное, беш. Потом готовить наурускужье, когда вот, наверное, все эти... Туркиязычные народы готовят наурускужье. Потом у нас всегда должно быть хазы, баурсаки должны быть. Ещё мы готовим курт, готовим сами дома. Ещё... Вот насчёт курта, я вот перепробовал у него множество просто видов, количествуют. Некоторые попадаются прямо... Чувствуется звёздка. Ну, это, знаете... Это... Недобросовестные люди. Да, недобросовестные люди. Мы курт готовим, кефир возьмём, например, домашний кефир возьмём. Его вскипятить надо. Потом на один какой-нибудь мешок или на марлю оставляем, чтобы сыворотка вышла лишнее. И вот это, которое не творог, это, это другое для курта. Моя мама добавляет туда немножко масла сливочного и соли добавляет. И готовим из этого курт, маленькие-маленькие такие кружочки делаем. Он выходит таким... Таким настоящим, а не то, что известь добавляет. А вот некоторые продают же вот эти люди, они добавляют извёздку, чтобы, ну, как-то, больше не продавалось, да, как количество. Они не смотрят на это качество. Поэтому испортили так. На самом деле курт очень такой вкусный, хороший. Олежки дробили. Теперь... Перемешали всё. Перемешали всё. И добавим этот... Масло сюда же? Добавляем. Здесь всё... Какая посуда интересная. Да, вот это моя производство, или как называется. А как вы делаете? Ну, это посуда из эпоксидной смолы. Очень интересная. У вас какой-то свой цех? Нет, просто домашняя. Я увлеклась, видела в интернете, в инстаграме копалась. Потом купила урок и училась, изучала. Потом вот недавно только начала делать вот эти интересные посуды. Мне очень нравится, красиво, необычно такое. Можешь сама рисовать этот творческий процесс, не говоря, что это какой-нибудь цех или не то. Это то, что тебе нравятся, какие цвета хочешь сделать, так и сделаешь. Надо некоторые принадлежности покупать. Вы для себя это поделаете? Ну, сначала для себя хочу. Пока для себя. Может быть, это будет каким-нибудь бизнесом. Получится. Ну, расскажите, как проходят казахские свадьбы? Ой, это свадьба. Настоящая ценность казахского народа, можно так назвать. Свадьба проходит у нас... У нас проходит свадьба... Калайца будет. Кракан-тоин, да, говорят. Сорок дней. Да, сорок дней, почти что. Если сначала невесту... Ну, сначала будет татышай. Это когда старейшие... Ну, родители... Дают свое благословение. Да, да, дают благословение. И они друг с другом, ну, типа, знакомятся там на татышай. И обсуждают дальнейшую свадьбу. Как будет... Как будет... Как будет проходить. Потом после этого будет... Ну, сколько денег выделяют, да? Ну... Ну, бюджет. И там... Ну, отмени... День... Назначай день. Вот этот день будет узату. Вот этот день. Кудалок. Потом только свадьба. Вот так. Сначала... Узату будет сначала. Нет. Сначала будет кудалок. Вот. За невестой приходят родители мужа, родственники. И жених тоже приходит. И они этот... Надевают серьги для невести. И будет такой большой тузату. Потом только с собой забирают невесту. Невеста... Ну, невесту с собой забирают. Там тоже будет кудалок и всякие так... Ну, рамдар узерны казахские. Обычай казахские выходят. Потом только невесту забирают. После того, как невесту забрали, они... Там тоже накроют Астархан. Со стороны жениха все родственники собираются и ждут невесту. Встречают. Белый платок надевают. И встречают. И потом будет петашар. Ну, как этот... Вы, наверное, знаете. Я знаю. Все зрители не знают. Салем делает невеста. И деньги дают. Деньги невесте дают? Нет. Им... Молодую семью дают. Не, деньги. Невеста этот Салем делает. Потом откроет ей лицо. И называется это беташар. Обычай. После этого... Ну, все видели невесту. Типа так. Знакомит невесту со стороны жениха. Со стороны жениха. Знакомит. Потом только будет большая свадьба. Тоже будет ходалок. Это... Может быть, до свадьбы. Может, после свадьбы. Как они согласуются, родители, так и будет. Ходалок. Потом только свадьба. Такая большая свадьба будет. Некоторые могут... Только ходалок делать и свадьбу не делать. Ну, смотря какие. Вот сейчас все больше популярно становится свадьбы делать вообще по минимуму. Да. То есть люди просто расписываются там. Какое-то небольшое мероприятие только для родных, допустим, там, для родителей, для близких друзей. Ни для 500, ни для 3000 человек. Три ресторана не снимают. Я тоже для этого, ну, согласна. А как вы к родителям относитесь? Ну, родители не так относятся. Ну, говоришь им то, что ты хочешь вот такую свадьбу. Не надо, ну, затратов много. Зачем столько людей приглашать? Не знаешь, даже незнакомо. Некоторыми людьми они говорят, нет, мы должны. Они хотят. Так положено, нельзя такое делать. Казахи, это ценность, говорит, свадьба. Ну, хотелось бы по минимуму сделать, чтобы родителям было не тяжело. Так, еще взбивать? Да, не надо, все же. Да, давайте, я добавлю сюда муку с разрыхлителем. Добавляем муку. Сначала, муку надо сначала, этот... Муку разрыхлитель. Да, муку, немножко разрыхлитель добавим. Вот так. Сначала перемешать надо муку с разрыхлителем. Потом только муку добавляем. Тоже сначала перемешиваем с вилочкой, потом с руками. Замешиваем тесто. Насколько я знаю, это не единственный десерт, который вы любите готовить. Да, я много десертов готовлю. Какие, например? Ну, мой папа очень любит сладкое. Как я научилась печь, он все время кушает. Мою стрипну называет. Столько провалов было, столько карамелью он кушал. Неполученных. И этот... Он сейчас очень сильно любит морковный торт. Вот этот. Это как? Ну, это... Знаете, я только зимой готовлю этот торт. Он такой вкусный, хороший вот. Мужской торт называет папа его. Несмотря на то, что там одна морковка. Нет, не только одна морковка. Там, как положено, тесто готовим и добавляем немножко моркови. И добавляем еще туда этого. Мясо? Нет. Почему мясо? Мужской торт. Мясо. Я его готовлю постоянно зимой. Добавляю туда орехи. Он такой, знаете, все смешал, и у тебя готовый торт. Он такой вкусный. Не надо заморачиваться. Да, не надо заморачиваться. Он хороший. Потом готовлю еще трайфл. Вот этот, как сейчас очень модно. Тоже легкий такой. А это что, из чего? Я просто старый для этого. Тесто и крем. Такой маленький посуде. И суть в том, что он готовится в маленькой вот такой посуде. Практически. Ставить она в какую-то рюкку? Нет. Крошка. Крошка сначала. Потом какой-нибудь крем, какой-нибудь фрукт. Например, я люблю с бананами. С малиной можно, с малиной. Потом добавляем. Опять другие, наоборот, с шоколадом украшают. А я не так люблю. Я люблю, чтобы слоями было. Поэтому три слоя этого теста. Потом только крем добавляю между ними. Еще мой папа любит очень сильно творожный пирог. Слеза ангела называется. Он тоже, это тоже очень интересный такой вкусный пирог с творогом. Так, ну что, тесто готово. А теперь что делать? Пока я буду шарики делать, тесто из теста, вы будете начинку делать. Смешивать. Все полностью? Да, полностью. Надо взять вот такие маленькие шарики, маленькое тесто. Вот так шарики делать. Где-то 8-7 грамм. Где-то приблизительно. 8-7 грамм. Я смотрю, у нас на столе появилась орешница. Да. Электрическая. Электрическая, современная. Я не такая, как раньше бабушки пекли на газовой. А у нас все уже электрическое. Пока мы шарики будем делать, начинку будем делать, немножко она должна подогреться. Сложно вообще ремонтировать? Нет, не сложно. Вот бывают моменты, когда, смотря на материал, например, я 4 года на новости сидела, сейчас на передаче делаю. Бывают различные моменты, смотришь на кадры, смотришь на материал, тему материала, и от этого происходит. Некоторым материалам понадобятся усердные кадры различные, из архива надо что-то взять, красиво надо делать. А некоторые бывают, собрания, и такое. Тогда и начинаешь это делать. Ой, хочешь так? Вот наша вапельница, ой, орешница подогрелась. Вот, наладим вот так, к одному шарику. Ну, здесь весы нету, поэтому у меня получилось... Все нагласто. Нагласто, сегодня так получилось. А так я измеряла каждый грамм. 8 кружков. Немного подождем, 5-6 минут где-то. И дальше делаем кружки маленькие. Субтитры сделал DimaTorzok Первый патин готово уже. Вот так берем. Положим. Аккуратно берем. Ну, видите, я не угадала граммами в этот раз. И получилось немножко большей. Мы сейчас его уберем. Так, добавим начинку. Следующую партию положу пока что. Быстро-быстро потом. Теперь начинка. Все. Немножко уберем и добавим начинку. Тоже будет хрустящим таким. Когда вот ешь, заметно будет. Вот так начинаем. Одну. Вставляем и вторую. Наш первый олешек готов. Так. И вторую также сделаем. Начинаем первую часть. Начинаем вторую часть. Тоже вместе соединяем. Ну что ж, вот первая партия нарезчиков готова. Я думаю, стоит вам попробовать. Давайте попробуйте. А вы? Тоже попробую. Немножко горячее. Вкуснество, да? Угу. Когда они остынут, будет. Еще вкуснее. И с чаем, и с кофе можно. И на завтрак, и на обед можно. Ну что ж, спасибо большое, что пришли. Показали этот довольно-таки простой рецепт. Любимый с детства, я думаю, многими всеми. Это была «Философия вкуса». Всего доброго. И до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok